Интересный вопрос. Прилетел по поводу бизнеса и его цели. Я согласен с утверждением, что цель бизнеса – это деньги. Но, к сожалению, даже гениальные простые постулаты понимаются по-разному в зависимости от испорченности человека, который это все говорит и принимает за правду. Давайте разбираться. Действительно, у любой системы есть определенный продукт. Как я говорил про людей, у каждого человека сотрудника есть продукт, так же у системы есть продукт. Если, например, говорить про систему семья, то итогом системы семьи, цель какая от семьи – это дети. Цель системы спорта – это здоровье. Похудение, если это конкретно, либо набор массы, либо улучшение показателей физических. Цель образования – это повышение умственных способностей человека, IQ или еще как-то. Важно, чтобы это можно было посчитать. Это то же самое бизнес. Но почему мы имеем тот бизнес, который сейчас? Я часто на своих конференциях, лекциях говорю такую аналогию, что у нас в России с клиентами трахаются, а не отношения заводят. Что я имею в виду? Тут имею в виду, что у нас все мыслят категориями заработать здесь и сейчас, а не построить компанию большую в долгую и как-то повлиять на экономику, на страну, на людей и так далее. Почему? Потому что у нас в России определенная специфика бизнеса какая, что очень много факторов, которые мы не можем предугадать. У нас горизонт планирования очень маленький. Все понимают из-за чего. То есть может там война случиться, из-за кризиса, экономика поменяется, правила поменяются, игры, еще что-то. То есть мы не можем планировать на 5-10 лет вперед, как это делает, например, Америка, когда она делает стартапы. Например, Google, Facebook, Instagram, Twitter и так далее. У них горизонт планирования на 10-20 лет вперед, и они готовы, и они могут себе позволить, например, с инвесторами обсуждать вопросы того, что первые 10-20 лет прибыли вообще не будет. Но через 20 лет будут гигантские росты за счет накопленного потенциала целевой аудитории, клиентов лояльных и развития рынка. А у нас нет такого, потому что человеку надо сейчас деньги. Ему надо там свою семью кормить, закрывать свои базы потребностей. Ему абсолютно похрен на миссию компании, на предназначение, на корпоративную культуру, на этику, на сервис, на все это посрать. И это грустно, но это объяснимо почему так. Соответственно, если говорить только в разрезе микроэкономики, то действительно у бизнеса цель – деньги. А если говорить про макроэкономику с учетом политических, экономических, экологических, социальных факторов, то цель бизнеса – не только деньги, но и влияние на все вот эти институты социальные, экономические, политические и так далее. И как бы вот в разных странах это учитывается, естественно, и именно поэтому там больше бенефитов и ресурсов получает тот или иной стартап или продукт. Соответственно, как это поменять, что не так, что с этим делать? Просто нужно честно себе признаться в цели открытия бизнеса того или иного. То есть если у тебя цель просто здесь и сейчас – заработать деньги, ну это неплохо, нехорошо, это определенная цель, это определенный этап. Вот, может быть, после этого этапа ты поймешь, что бизнес не твое, да, там, не знаю, там, идешь в найм дорогой, да, там, или будешь, там, незаменимым специалистом, дорогим фрилансером. Это абсолютно нормально. Но, как бы, если ты признаешься в себе, что ты делаешь бизнес, да, там, просто ради денег, то тут и стратегия конкретно под это делается. Например, вот у Портера его, там, как его, господи, я там, забыл имена. Ну, короче, у маркетологов этих известных, у них есть очень прикольная концепция в зависимости от, значит, качества продукта и цены. Есть, выделяется там несколько категорий. И если мы говорим про заработать здесь и сейчас, а не работу в долгую, то это, как правило, какие-то рынки новые, да, где у вас уникальный продукт, где вы можете себе позволить продавать низкокачественный продукт за дорогую цену. Вот. И чем мы, по сути, и занимаемся в России все время, да, то есть мы, вместо того, чтобы строить какую-то большую компанию, там, премиальный сервис, там, премиальный продукт, мы продаем за дорого какую-то херню, ну, или, там, по средней стоимости, да, потому что люди покупают, нету других возможностей купить что-то. Именно поэтому у нас очень часто там всякие, там, спекулянты, там, эти финансовые пирамиды, китайские товары, там, наёб везде, да, там, вот, потому что это проще. Потому что есть сразу отклик рынка, есть сразу деньги, развивать ничего не надо, люди и так купят, как бы на сервис можно хер болт забить, да, как бы, поэтому вот так. Но, исходя из этого, как правильно заметил автор комментария, да, там, на вопрос, ну, рынок от этого не развивается долго, да. Соответственно, вот, чтобы был горизонт планирования большой, ну, хотя бы, там, год, два, три, да, там, чтобы люди задумывались, помимо набивания кошелька, еще какого, на, по поводу влияния на, вообще, на социум, на людей, на клиентов, и думали о клиентах, а не о собственном, о собственной выгоде, да, и строили отношения с клиентами, да, вот, как вот мужчина и женщина, там, семью хотят построить, так же и бизнес должен выстраивать отношения в долгу с клиентами. То тут как раз-таки надо работать по двум фронтам, и как предпринимателю менять свое мышление, концепцию и подход, так и, как бы, стране, в которой это все происходит. Вот, и, ну, это большой, гигантский процесс, который, в любом случае, должен с кого-то начаться. То есть, это как вот в отношении, когда есть мужчина и женщина, у них конфликт. Как бы, если они оба будут ходить, дуться, да, там, друг на друга, то конфликт, он не будет решен. Кто-то из этих двоих, мужчин или женщин, должен взять ответственность за решение этого конфликта за обоих. Соответственно, если, например, правительство не справляется, то предприниматели могут взять ответственность за обоих, за решение этого вопроса и самим менять концепцию. Не здесь и сейчас заработать, а работать в долгую. Разработки интересных проектов, которые будут помогать, там, социум, людям, которые будут, да, там, не здесь и сейчас, там, заработать деньги, а в долгую. Вот, вот как я это вижу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.